Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Карпачев, фитнес-тренер, а поговорим мы о правильном питании в условиях режима самоизоляции. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Продолжаем наш здоровый разговор. В прошлой программе мы говорили об активности в режиме самоизоляции, и, безусловно, это все неотрывно связано с питанием. Я бы даже сказала, напрямую с питанием, потому что сегодня, оставаясь дома, перенося офисы домой, мы получаем просто бесконтрольный доступ к нашему любимому холодильнику, где находятся в огромном количестве разные, я думаю, что у всех в холодильнике есть вкусняшки, конфеты, булочки, пирожные, бутерброды. Вот как остановиться, как не набрать ненужные никому килограммы, пока мы все находимся дома и боремся с пандемией коронавируса? Ну, первое, что я хочу сказать, не устану повторять, что наш внешний вид, наше здоровье и наши килограммы зависят в первую очередь от питания. И даже нет тренировок. Как бы грустно это ни звучало, я могу сам себе сейчас копать яму, потому что я фитнес-тренер и говорю, что тренировки – это не единственный успех. Да, я считаю, что 70% успеха – это питание. И только 30% успеха – это наши двигательные активности. Тренировки, прогулки, все что угодно. То есть нельзя бесконтрольно есть в течение полутора месяцев, а потом думать о том, что ну вот пару недель в фитнес-клубе, и все, я в отличной форме, так что пляжи меня ждут, лето не за горами, все будет отлично. Отлично, я со всем справлюсь, поэтому сегодня я могу позволить себе съесть вот эту булочку. А вот приведу простой пример, отвечая на этот вопрос. Сейчас мы все прислушиваемся к Всемирной организации здравоохранения, которая нам сообщает о современных реалиях, что у нас там произошло в мире в связи с этой инфекцией. А еще Всемирная организация здравоохранения занимается таким вопросом, как похудение. И вот рекомендация Всемирной организации здравоохранения – худеть не больше, чем на 5 кг за месяц. Любое похудение больше, чем 5 кг за месяц, оно может быть вредным для здоровья и уже не считается безопасным. И вот потерять 5 кг подкожного жира за месяц – это проблемно, потому что наше массовое тело состоит не только из жировой прослойки, но и из мышечной ткани, воды, крови и так далее. И теряем мы не всегда жировую прослойку, а можно просто избавиться от воды. А водичка очень быстро наберется назад, если ее попить. Или приведет к обезвоживанию, что еще хуже. Поэтому вот если мы сейчас прислушиваемся к Всемирной организации здравоохранения и просто посчитаем, что за 2 недельки мы подготовим себя к пляжу, а сейчас покушаем булочку, не подготовите. Даже за месяц вы в должной форме не подготовите себя к пляжу, если позволяете себе расслабляться. Вот я всегда так отвечаю на вопрос, за сколько можно привести себя в форму. Вот я говорю, вот сколько ты наедал вот эту форму, которая тебя… Слушай, наверное, на 2. Да не то, что умножь. Вот сколько ты наедал, сколько ты потратил на это дней, месяцев, может быть, лет. А хочешь быстрый результат. Волшебных пилюль, таблеток не бывает. Для того, чтобы быть здоровым и привести себя в нормальную форму, нужно просто это признать. Нет быстрых способов. Если бы они были, мы бы были, возможно, все ленивыми и счастливыми. Кушали бы, что хотели, потом выпивали волшебный порошок, либо там, не знаю, кушали какую-то специальную картошечку вырученную. И на следующий день были просто… Да, все как Арнольд Шварценеггер или любой другой там кумир, которого мы можем себе представить. Такого не бывает. Хорошая, красивая фигура – это результат больших вложений в неё, большого труда. И для того, чтобы выглядеть хорошо, нужно постоянно работать над собой. Но эта работа приятная, она приносит положительный результат. Это не только внешний вид, но в первую очередь намного важнее – это здоровье. И это чувствуется даже раньше, чем всё остальное. Часто люди, которые приходят ко мне, первое, что они замечают после месяца тренировок с тренером, либо самостоятельных, не так важно в контексте того, что я говорю, но они мне говорят, слушай, вот визуально, мне кажется, я ещё не изменился, но я чувствую себя намного лучше, мне намного проще подниматься по лестнице, у меня пропала отдышка, у меня пропало давление, я чувствую себя хорошо, потому что я двигаюсь, я занимаюсь, мой организм начинает работать так, как ему положено работать, потому что вообще нам тело дано для того, чтобы двигаться, для того, чтобы обеспечивать наше серое вещество, содержащееся в черепной коробке. Для того, чтобы обеспечивать, нужно растить огород, взращивать пшеницу, гоняться за мамонтом, нужно что-то делать, в современной жизни мы это мало очень делаем, и поэтому тренировки, они просто жизненно необходимы для того, чтобы поддерживать себя здоровым, просто здоровым. Мы сейчас не говорим о внешнем виде, а внешний вид – это только один из показателей здоровья. Но невозможно заниматься лишь только спортом без правильного питания. Итак, давай вот прям сегодня разложим все по полочкам, как правильно составить свой рацион в условиях режима самоизоляции, от чего точно стоит отказаться. Всем известно, наши любимые быстрые углеводы, которые мы в простонародье называем сахарами. Наши прекрасные любимые хлебобулочные изделия из высших сортов пшеницы, посыпанные сахарочком сверху или сахарной пудрой – это все сладости, шоколадки и прочие. Вот эти вот товарищи, они высококалорийные. Высококалорийная пища очень быстро дает всплеск энергии. Она хороша для умственной деятельности. Почему мы любим чашечку чая выпить с шоколадкой перед компьютером, когда что-то печатаем, работаем? Потому что сахар быстро из вот этой вот шоколадочки поступает в кровь, попадает в головной мозг, и он питается энергией этой. Но вся неиспользованная энергия, а ее огромная масса, она никуда не может пропасть. И она откладывается у нас в виде накоплений. А накопления у нас – это жировые отложения. И поэтому я рекомендую в первую очередь убрать со стола подальше, в какой-нибудь темный угол, вот эти вот всякие конфетки, которые мы бесконтрольно кушаем. Я не говорю отказываться от всех удовольствий, которые у нас только есть. Они не должны быть бесконтрольными. Мы не можем просто зайти зачем-то в комнату или пройти на кухню для того, чтобы взять какой-то предмет и случайно стащить оттуда конфетку, шоколадку, булочку, откусить что-то, бутербродик себе сделать. Питание должно быть распределено по режиму. Все вот эти вот полуфабрикаты, колбасы, сосиски, все, что готовится быстро, вот эти вот бутербродики, белый хлеб, мучное, жирная пища, сильно жареная пища, сильно соленая пища, сильно жареная, неправильно сказал, но я имею в виду жареная пища на масле, соленая. Острая, наверное. Острая, да, все что угодно. Надо стараться это все нормализовать. У нас очень есть сейчас большая возможность готовить дома и научиться готовить дома. Ведь мы же сами сейчас себе готовим правильную пищу, можем научиться варить, можем научиться готовить на пару. У нас у каждого фактически есть пароварка или мультиварка. В интернете очень много рецептов полезных, да, нужно пробовать. Сейчас та самая возможность. А еще самое, что важное, сейчас стоит отказаться от бесконтрольной доставки фастфуда, потому что он стал доступен и большое количество сейчас скидок идет. Да, закажи один бургер, второй получи в подарок, а чего мне сегодня готовить, закажи себе бургеров. Вот это должно быть каким-то десертом в том плане, что для нас какая-то радость, которую мы можем раз в неделю себе позволить, да, суши заказать или еще что-то в выходные дни. Во все остальные дни мы должны правильно питаться. Нам нужно сформировать новый режим питания. Почему? Потому что калорийность за счет траты энергии, за счет двигательной активности у нас пропала. Мы мало двигаемся, ну, меньше в любом случае. И нужно перерассчитать наше питание с учетом того, что у нас появилось очень много, во-первых, свободного времени, во-вторых, сидячего, лежачего времени. И вот когда мы лежим после трудового дня перед компьютером и не потратили время на путь домой, на походы в электричке, в метро, где угодно, этой активности нет. Мы просто от стола легли на кровать, лежим, смотрим сериал. Мы не потратили энергии. Так, говорит, к этому сериалу мы еще себе бутербродов нарезали. Или там взяли конфеток с чаем, попили три раза за день. Ну, к чему это приведет? Это все приведет к тому, что у нас появится вокруг талии спасательный круг, который, к сожалению, на море не помогает. Появятся прекрасные пышные бедра. И рано или поздно, когда самоизоляция закончится, можно просто в дверь на улицу не выйти и остаться дома по другим причинам уже. Итак, исключаем быстрые углеводы. Ну, даже не столько исключаем, сколько ограничиваем их потребление. Да. Фастфуд. Быстрые углеводы. Чем насыщаем наш рацион? То есть, готовим правильную еду. Все закупились прекрасной гречкой. Это очень хороший медленный углевод. Гречка, темные сорта риса. Это может быть бурый рис, красный рис, смешанный, дикий, не шлифованный. То есть, не белый. У белого высокий гликемический индекс. Его тоже можно. Ну, просто если есть возможность заменить, лучше заменить. Пожалуйста. Ну, вот, допустим, а если мы возьмем картофель, в нем содержится большое количество крахмала. То есть, мы можем его покушать, но он не должен быть каждый день. И вот эти гарниры, даже вот эти полезные медленные углеводы, к которым мы можем отнести крупы, злаки, различные каши, которые на завтрак прекрасны. Их тоже нужно не исключить, а урезать порцию. Кушать меньше. Сейчас нужно кушать и очень внимательно чувствовать свой организм. До чувства легкого насыщения, и не больше. Это одна проблема. И проблема другая, когда ты в течение дня не ешь ничего. Не ешь, потому что занят, работаешь, не следишь. А вечером проголодался, в любом случае тебе организм скажет, ты целый день не ел. И ты себе дашь послабление. Да, действительно, я целый день не ем. А пойду-ка я и налупишься по полной программе. Порция, тарелка, маленькая. Сделайте тарелку меньше. У нас у каждого дома есть большая тарелка, тарелка поменьше. Вот порция теперь в условиях дефицита нашего там мнимого. Тарелку меньше берем, ложку меньше берем, вилку меньше берем. Все что угодно. До чувства легкого насыщения. Но питание должно быть регулярным. Вот есть три раза в день. Значит, нужно покушать три раза в день. То есть, снова говорим о том, что придерживаемся режима дня и четко прописываем время для приема пищи. Да, и это должно быть подконтрольное время. То есть, мы должны точно знать, что у нас есть завтрак, обед и ужин. Это не должно быть так, захотел, поесть, поел. А что ты поел? Сколько ты поел? Ты же не считаешь это, не обращаешь внимания. Я сейчас не призываю, хотя это было бы полезно, считать калории. Считать калории – это очень хорошо. Если мы сейчас, с учетом двигательной активности, просто зайдем в интернет и найдем формулу расчета калорийности питания, с учетом возраста, веса и пола человека, и потратим на это 10 минут, посчитаем калории, а потом скачаем приложение, и в этом приложении составим себе минимальный рацион, или посмотрим хотя бы, что мы за день покушали. Мы потратим на это час времени. Ну, это же нужно, грубо говоря… Это нужно просто сделать. Заставить себя. А так не хочется. Я даже не призываю сейчас к этому, хотя это очень здорово, если вы сделаете. Я призываю к тому, что вы просто должны знать, что вы едите. Самый простой способ – это вести дневник питания. Возле стола, на кухне, возле компьютера, где угодно, положите тетрадочку. И запишите, сколько конфет за день вы слупили. Поверьте, если вы посчитаете, и там окажется, что это было 20 конфет за день, на следующий день вам их не захочется. По той простой причине, что вы ужаснете, потому что многие люди даже не подозревают, сколько они едят лишнего, потому что просто не считают. Вот и все. То есть, заведите тетрадочку и записывайте то, что вы едите. И вам, скорее всего, это не понравится. А если вам это не понравится, это для вас будет стимулом к тому, чтобы что-то изменить. Составить график питания и составить программу питания. Самый простой способ найти ее в интернете. Да, она будет усредненная и не всегда адекватная. Нужно доверять источникам, к которым вы обращаетесь. Или обратиться к специалисту, потратить тысячу рублей, полторы тысячи рублей. Но он составит программу питания конкретно под ваши цели в условиях пониженной двигательной активности. И у вас будет понимание. Это можно распечатать, повесить на холодильник и пользоваться хоть месяц, два, три для общего развития. Я думаю, что даже отказавшись от мучных изделий, отказавшись от огромного количества приема шоколада, конфет, разных сладостей. И заменив это на овощи, на фрукты, на еду, которая будет приготовлена на пару, в мультиварке, в духовке, без применения майонеза, растительного масла и так далее. То есть даже вот это все, вот эти минимальные шаги, которые может сделать каждый, и не прибегая к советам специалистов и какой-то дополнительной помощи. Это вот просто каждый из нас может сделать. Прямо сейчас сделать, то это уже будет половина успеха. Это будет огромной частью успеха. Многие из нас знают, что нельзя. Ну, у каждого из нас есть хотя бы представление, что нельзя. Кто-то прекрасно понимает, что хлеб с майонезом, белый хлеб с майонезом, это не очень хорошо. Ну, в голове он себе отдает отчет. Если ты понимаешь, что это не очень хорошо, и ты хочешь сохранить свою фигуру, сейчас откажись. Ну, не ешь ты сейчас его. Ну, будешь потом бегать по 10 километров, можешь себе позволить, если ты так сильно его любишь. Многие понимают, что нельзя бесконтрольно кушать вот эти конфетки, булочки и так далее. Но почему себе это позволяют? Потому что просто не поставили перед собой, во-первых, цель, а во-вторых, просто за этим не контролировать. Им кажется, что одна булочка в день, она же не повредит. В общем, Павел, мы с вами за разумные маленькие радости. Да, за разумные, да. Ключевое слово здесь – разумные. Они должны быть просто подконтрольные. Записывайте их. Записывайте, сколько вы едите, и вы просто выстроите свой график. Но одно дело, если мы говорим о взрослом человеке, совершенно другое дело, если мы говорим о детях, которые тоже сейчас остаются дома, которые продолжают учиться. Вот как правильно контролировать их, и как правильно рассчитать и составить рацион именно для них? Здесь нам повезло. Дети низкого роста. И можно всё вот это вот добро… Есть стул. Можно всё это добро убрать как можно повыше, с глаз долой. Лучше вообще тогда не покупать. А если уже куплено? Нет, мы же не отказываемся от этих маленьких радостей. Но они не должны быть бесконтрольны. В общем, не ставим на стол корзину с конфетами. Конечно, лучше яблоко туда положить. Яблоко, апельсин, банан, всё что угодно. Фрукты туда положить, какие-то вкусные фрукты. Лучше ребёнок забежит, схватит, яблоко скушает, которое полезно. Одно яблоко в день просто необходимо. Чем он забежит и схватит? Вафлю или конфету, или ещё что-то. Это не должно быть на видном месте. В том числе не только для детей, но и для вас. Просто надо убрать, чтобы не видеть. Захочешь? Вспоминать об этом где-то выходные. Когда реально сильно приспичит, а не просто, когда ты шёл, о, взял, схватил. Это не должно вот так быть. Даже из холодильника можно вот эти вот наши колбасы. Или одна вафелька лежит. Не, ну что она лежит? Ну что, она тут скучает уже. Скучает, давайте её съедим. Да, что она мешает? А то ребёнок съест, а ему нельзя. Ну, что-то в этом роде. Это раз. А во-вторых, мы сейчас находимся дома с нашими детьми. Они учатся, мы работаем в соседних комнатах или даже в одной. Это самое лучшее время для того, чтобы сейчас посвятить какую-то часть времени ребёнку и привить ему правильные привычки питания. Для того, чтобы, в первую очередь, не для себя, а для него. Чтобы он в будущем был здоров. Мы сейчас можем готовить нормальную пищу для детей. Кормить нормальной пищей детей. У нас есть куча доступной информации. Я не говорю сейчас даже про интернет. У любой хозяйки есть книга рецептов, которую она может открыть. И любая еда, приготовленная дома с любовью, по адекватным рецептам, каким-то без ведра майонеза, она полезнее любого фастфуда, который обожает любой ребёнок и мечтает уже забежать в какой-то там ресторан быстрого питания и перекусить там. Они сейчас все об этом думают. Мой, по крайней мере, постоянно у меня спрашивает, чтобы я что-нибудь заказал с этой доставкой. И я говорю сначала суп, а потом, если ты захочешь, мы с тобой об этом поговорим. И волшебным способом он забывает. Ну, потому что моя жена готовит очень вкусный суп. И этого достаточно для того, чтобы ребёнок покушал, ему понравилось, и он больше, в принципе, ничего особо не хотел. А если в течение недели он заслужит своей учёбы, хорошим поведением, можно иногда давать какие-то послабления. Но это должно быть что-то заслуженное, чтобы человек понимал, что он получил это в качестве исключения. Это не совсем полезно, но, тем не менее, иногда. Потому что, когда мы ограничиваем себя во всём, я не говорю сейчас только про детей, а вообще в целом, когда человек ограничивает себя во всём, это рано или поздно приведёт к срыву. Вот хочешь, не хочешь, какой бы ты дисциплинированный не был, рано или поздно, скорее всего, ты сорвёшься. Потому что это психология. Нельзя постоянно держать себя в рамках. Или мы осознанно отказываемся от чего-то. Вот как люди, когда бросают курить, к примеру, они бросают курить, и после этого не делают этого никогда. Почему? Потому что они пришли к осознанному решению. И есть другие, которые не делали этого, а через две недели снова начали. Потому что он не пришёл к решению окончательному. Просто сейчас то самое время, когда можно привить себе и своей семье правильные привычки. Это самое лучшее время, потому что мы находимся вместе. И у нас есть это свободное время, которое мы тратили на дорогу, которое мы тратили, задерживаясь в офисе и так далее. Это свободное время нужно аккумулировать для того, чтобы привить правильные привычки себе и своим детям в первую очередь. Потому что мы являемся для них визуальным примером. Мы являемся для них авторитетом. И если твой авторитет выглядит как-то не очень, не так, как звезда с экрана, если твой авторитет позволяет себе есть всё подряд, если твой авторитет позволяет себе вредные привычки, алкоголь при детях, курение при детях, всё что угодно, то это рано или поздно скажет ребёнку, что так ведут себя взрослые. Или так нормально. Когда я взрослее, я позволю себе то же самое. Но вы такого будущего хотите своим детям, я вот своему такого не хочу. Поэтому при своём ребёнке я не позволяю себе ничего подобного. А поскольку мы всё время находимся вместе, я не позволяю себе ничего подобного вообще. Ну, стараюсь, по крайней мере. 99% моего времени – это здоровый образ жизни. Почему? Потому что это моя профессия. Ну, как видим. Но если у вас будет не 99%, а хотя бы 70%, здоровья вам хватит до 100 лет. Я просто в этом уверен. Не могу поклясться, но вот моя уверенность вот в этом есть. То, что наше здоровье, наша продолжительность жизни, наше самочувствие зависит только от тех привычек, которые мы себе привили. Они могут быть или здоровы, или нет. Решать каждому. Спасибо, Павел. Правильно питаемся, сохраняем активность и бережём своё здоровье. Да. Абсолютно так. Спасибо, Павел, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова